Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Федя Стрелков сделал предложение Кристине Лисковец. Девушка согласилась. Многие зрители уверены, что время для этого выбрано не случайно, ведь скоро стартует конкурс миллион на свадьбу. Федя пишет «Я помню тот день, когда я пришел на проект, увидел ее глаза и понял, что именно она будет моей женой. И сегодня наступил тот ответственный день, когда я решился на этот шаг и сделал свои любимые предложения руки и сердца». В искренность отношений Федя и Кристины верили немногие. Большинство зрителей считают, что Кристина использует Федю. На Поляне состоялась вечеринка в честь помолвки Феди и Кристины. В ней приняла участие Оксана Пачепа, она же звезда 90-х Акула. Игорь и Элла Трегупенко не могут решить квартирный вопрос. Ребята хотят купить себе квартиру. Элла хочет трешку подороже. Игорь же предлагает взять двушку на те деньги, которые уже есть, чтобы не входить в долги. Руслана Мишина, недавно покинувшая проект, продолжает следить за своим бывшим парнем Семеном Фроловым. Фролов на проекте не скучает. Недавно он провел тренинг для Нади Соколовской по построению отношений. Руслана пишет «Это смешно. Фролов проводит тренинг по построению нормальных отношений». Наверное, смысл всей лекции был таков. Влюбить, прогнуть, воспользоваться, обмануть и ни в коем случае не уходить вместе за периметр. Удачи тебе, Надя! На проектном суде рассматривали дело Насти Иванькиной. Иск на нее подала Саша Харитонова за драку, и она выиграла дело. Харитонова пишет «Спасибо огромное Элли Трегубенко за выигранный суд. Сегодня ты лучший адвокат». Дима Дмитренко и Оля Рапунцель кочуют из комнаты в комнату и никак не могут обзавестись своим жильем на поляне. Сейчас влюбленные живут в комнате Насти Волынец, пока та находится в Твери. А недавно воссоединившаяся пара Настя Иванькина и ее молодой человек Никита уже имеют свое жилье. Они подошли к Андрею Чуеву и попросились пожить в одной из комнат в вип-доме. Андрей им разрешил. Узнав о том, что Чуев уступил им комнату, Дима и Ольга очень обиделись. Татьяна Владимировна Африкантова пообщалась с подписчиками в соцсетях, а она продолжает обливать грязью Кристину Лисковец. Женщина утверждает, что девушка всем говорит о том, что зарабатывает деньги на лечение больной матери, а сама не перевела ей ни копейки. Африкантова старшая пишет, что Лисковец драку свою прикрыла матерью и пустила слезу, ведь фанаты Марины были возмущены поведением Лисковец. Михайловский написал, что отпускает Лисковец к матери в любой момент, ей же самой это не нужно. Ксения Бородина удивила своих поклонников преображением и кардинальной сменой цвета волос. От приятного и нежного карамельного оттенка не осталось и следа. Теперь Ксения чистая блондинка. Ольга Бузова удивлена, что ее новая книга не разлетается, как горячие пирожки. Изначально Бузова хотела ее продавать за 7 тысяч рублей. Это в подарочной упаковке вместе с духами от Бузовой и ее автографом. Просто книгу без всех дополнений можно было купить за 1700. Сейчас Бузова сделала большую скидку на свою книгу и подарочный вариант теперь стоит всего до 4900, а сама книга 1290. Отзывы об этом произведении весьма противоречивы. Кому-то понравились откровения Бузовой, а кто-то сравнил ее с энциклопедией для девочек-подростков. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе, инстаграм и страницу вконтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.